Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня я наконец-то записываю ролик о нашем походе в садик. Димочка пошел в садик, мы ровно неделю проходили в садик. И я сейчас расскажу наши необычные, нестандартные новости. Как что происходило, записывать я стала немножечко не сразу. Постепенно там где-то что-то, как-то там по чуть-чуть записывала вам. Вот у вас, наверное, да, сначала вот эти вот, как мы ходили там, что я вам говорила, выйдет. А потом вот этот вот ролик. Небольшой такой влог. Вот. Нас пригласили в садик как бы не сразу, мы не ждали уже, мы были по счету девятые. И я так подумала, что, наверное, скорее всего, теперь уже в следующем году мы пойдем. Уже Димочке будет 4 года, думаю, ну ладно, нормально. И тут неожиданно мне звонит городской телефон, номер. Причем получилось так вообще прям случайно. Я как раз заказывала, делала заказ через телефон. Там, заказ продуктов. Вот. А телефон, номер, телефон, короче, у меня был выключен и звонок, и вибрация. То есть, если бы я в этот момент заказ не делала, я бы не услышала этот звонок, бы и вряд ли я перезвонила. То есть, блин, такая какая-то нестандартная случайность. Я беру трубку и мне говорят, здравствуйте, это заведующая детского сада, мы вас приглашаем. Вы готовы? Там такой-то садик. Мы вам подходим? Так, ааа, садик! Думаю, блин, классно, наконец-то! Говорю, да, да, подходит. Думаю, потом посмотрю, что там, как. Думаю, отказаться всегда можно. А вот согласиться, да. Я посмотрела, как раз я в этот садик хотела, это, конечно, в нашем районе и, не знаю, в городе. Ну, короче, он не самый лучший, но, как бы, ну, садик и садик, обычный садик. Если другие садики успевают сделать каким-то образом ремонт, там, я не знаю, каким даже образом, то там, по отзывам, что ремонта нет, но внутри он выглядит, как обычный садик. Вот. Ну, самые обычные. Обычные игрушки, обычный садик. Но место для прогулок, конечно, немножечко оставляет желать лучшего. Но это будет тоже потом отдельный ролик. Я запишу, когда пойду, в следующий раз Димочку отведу и еще раз там все пройдусь, посмотрю, обойду его и вам запишу. Тоже, ну, это будет в отдельном влоге, потому что этот получится, наверное, очень длинный. Вот. Ну, мы... А, и так получилось, как раз я в июне, мы прошли абсолютно всех врачей, как обычно. То есть я всегда это летом делаю. Ну, и все. И, а, еще получилось, что педиатр сказал, сейчас все собираются в садик и вас, возможно, тоже пригласят в садик, давайте вы сдадите анализы. Моча, там кал, кровь с пальчика. Я говорю, да нет, нас не приглашали в садик как-то, думаю, зачем? Ну, ладно, давай сдадим. Ну, давай. И как раз вот эти вот анализы сдала, и через два дня вот у меня как раз был вот этот вот звонок. Вот. Я сразу звоню педиатру, говорю, так и так нас пригласили. Она, окей, говорит, я тогда готовлю карточку, а ты зайди к нам в поликлинику и ее купи. Блин, ну, сказала бы сразу. Думаю, я бы заранее ее купила бы, думаю, она бы там уже у них лежала бы, пока там цена недорогая. Но на 100 рублей всего ничего страшного, там это дешево, хорошая такая карточка симпатичненькая. Ну, обычная, такая обычная, ладно. Вот. И заведующий сказал, 10 дней у меня есть на раздумье, и нужно зайти, чтобы заключить договор. На самом деле не договор, а подписать МФЦ о том, что садик я получила, что согласна. Потом вот карточку оформили, я пришла уже заключила договор. Потом еще медсестре нас отправили, там еще какие-то там разные документы, этот полиску. Ну, ладно, не в этом суть. Все это, наверное, все знают, чего там как надо. Вот, ребенок начал ходить. Мы пришли в садик, Дима, конечно, все это увидел. Начал скакать по столам, прыгать, бросаться. Такой, знаете, ребенок превратился в какого-то дикаря, который просто бегает и прыгает. И мне, конечно, уже начали поступать от него жалобы. Вы знаете, что у вас ребенок гиперактивный? Да, говорю, правда. Я говорю, я не знала. Я не знала, что он гиперактивный. Я знала, что он активный. Ну, бывает там местами. Но то, что гиперактивный, я не знала. Дома он идеальный ребенок. Он спокойно ходит, что-то делает. Ну, бывает там побегает, конечно, когда разыграется. На даче там, ну, что еще на даче делать в саду? В таком огромном саду. Конечно, он там бегает, играет, футбол играем, там чем-то занят. Но он не постоянно бегает. Сначала мы попали к психологу, который у них там. Наконец-то там не сразу, конечно, попали. Она говорит, у вас гиперактивный ребенок. Говорит, и он у вас... А, из-за того, что вы его очень сильно опекаете, то есть он у вас целый день сидит на троне, а вы все там делаете за него, говорит, он вот такой вот у вас активный. То есть ребенок получается гиперактивный только из-за того, что его опекают. Я говорю, да нет, говорю, он у меня все умеет делать, все делает. Естественно, конечно, приготовить кашу в 3 года ребенок, конечно же, у меня не приготовит, потому что я просто переживаю то, что он может ее на себя опрокинуть. Мало ли. Слазь будет все-таки маленький еще ребенок, там не 10 лет человеку. Как бы это рановато еще. Как-то думаю, ладно, странно. Вот, потом она говорит, вот ребенок, говорит, нарисовал на документах. Воспитательница оставила там где-то на столе каком-то документы свои, и ребенок взял и там нарисовал. Говорит, я представляю, что у вас дома творится. Говорит, у вас дома, наверное, все документы разрисованные. Я думаю, блин, как? Это можно подумать, как? Так, меня, допустим, с детства родители приучали, что все документы лежат в одном месте, в закрытом шкафу. Меня так приучали. Как может ребенок залезть в шкаф, который закрыт? Ну, например, выдвижной, да, он у меня вообще выдвигается очень тяжело. Иногда даже я не могу его выдвинуть. И, естественно, блин, они у меня не лежат на видном месте документы. Это документы же. Документы, вот, представляете, это ваш паспорт, например, да, это свидетельство о браке, о рождении. То есть, как они могут лежать на видном месте? Как? Естественно, они, конечно, лежат в шкафу. И почему у меня ребенок должен их разрисовать? Для меня вообще был это шок. Говорю, нет, говорю, не разрисовывать. Да ладно, что вы мне говорите, как будто я не знаю. Вот так вот. Сходила к психологу. Очень много узнала интересного о себе, о ребенке, то, что у меня вот такой вот ребенок. Ну, ладно. Пошли мы, значит, к врачу. Там к врачу мы сдавали анализы. Немножечко анализы у Димы не очень такие хорошие. Нас отправили к врачу. Гастроэнтеролог. Но она сказала, что мы к ней идти не должны. Не знаю, почему мы нас отправили. Она, значит, говорит, ну, положите ребенка, я его посмотрю, животик у него. Дотрагивается она, значит, такая до животика. И говорит, что же, говорит, у вас, мамочка, искривление позвоночника и слабые мышцы живота. Я такая думаю, у меня или у ребенка, не пойму я. Стою про себя, думаю. Испоминаю. Да, думаю, у меня же это. Позвоночник, ну да, немного он искривлен. Думаю, ну я же пришла к врачу. Не к тому, который мне может помочь, а к детскому врачу, который должен помочь моему ребенку. Думаю, я-то здесь при чем вообще? Я тут вообще... Причем это самое интересное, потому что это платная клиника. То есть это не бесплатная. Ну ладно. Я говорю, а позвоночникам вы сказали, думаю, что конкретно? Я не знаю ничего. Идите к врачу, к другому. Пускай она вам все скажет. Странно. Говорю, а про живот? Ну надо тренироваться, наверное, чтобы живот-то был нормальный. Ну блин, вообще, мне так это было обидно. Меня так это зацепило, так задело. Пошли мы, значит, потом к другому врачу тоже с Димочкой. По-моему, даже в этот же день. У меня такая вообще та неделя была черная полоса. И тоже она говорит, ну, что же у вас вот так вот, мамочка? Один глаз больше, а другой меньше. Разные глаза. Говорит, как же вы с этим живете-то? Как будто, знаешь, вот, знаете, вот подойдешь, допустим, на улице, увидишь какого-нибудь человека на инвалидном кресле, да, и вот просто к нему подойти и сказать, слушай, знаешь, а вот ведь ты сидишь на инвалидном кресле. Вот как же так ты сидишь-то там, а? Вот как ты так живешь? Человек просто будет в шоке. Я думаю, он скажет, ну блин, я и так знаю, что я там сижу. Я уже там немножечко позабыл, как бы так привык, не думаю об этом. Ну, блин, это ему будет неприятно. Блин, зачем об этом говорить, причем детский врач? Блин, меня еще и вот это тоже зацепило. Я домой пришла, уже просто расплакалась. Это было очень неприятно. Тем более платная клиника, то есть платные врачи. И тебе вот так вдруг говорят о твоих недостатках. Ой, потом, значит, мы пошли к неврологу, чтобы узнать, гиперактивный мой ребенок или нет. Ну, я все рассказала, что в садике он там бегает, может бросаться игрушками. Хотя дома у меня ребенок игрушками не бросается. Он может бросить игрушку, но не бросаться игрушкой, то есть кого-то там бросить. Вот, то есть так вот. Значит, я рассказала. Она говорит, у вас ребенок... Говорит, вы его очень сильно опекаете. Ну, короче, то же самое. Говорит, очень сильно опекаете. Он у вас ничего делать не умеет. Его вообще воспитывает улица. Ну, какая улица? Ребенок целыми днями со мной дома. Какая улица? Он не какой-то там оборванец, который бегает по крышам с мальчишками целыми днями, который там пробует курить, выпить, там все такое. Он маленький ребеночек еще, 3 года. Он сидит дома целыми днями со мной. Какая улица, нафиг? Вот, говорит, вы его очень сильно опекаете. Он у вас ничего делать не умеет. Вот. Потом, что же она? А, она сказала, вы должны научиться любить себя. И научить любить себя ребенка. Ну, чтобы ребенок, короче, научился через вас любить себя. Я думаю, блин, ну, это-то она как увидела. Думаю, блин, у меня пришла нарядно. И все. Ну, да, волосы распущены. Да, у меня волосы не очень хорошие. Там, после болезни, то есть, после родов у меня очень много выпало волос. Да, они как бы еще начинают только расти, приходить в себя. Ну, блин, как она все это увидела? Думаю, то, что из-за волос, думаю, может быть. Нет, думаю, ну, вроде я нарядно была одета. Это, блин, это опять мне просто цепануло. Я обратно домой шла уже. Просто мне просто текли слезы уже. По дороге вот я шла, я не могла. У меня просто текли слезы. Блин, это ведь невролог. Опять же, той же самой платной поликлиники. Вот. Я думаю, блин, я ее фамилию запишу себе в тетрадочку, в черный список, чтобы знать. Так, у меня садится батарейка. Сейчас я включу, наверное, зарядку. И мы с вами продолжим. Так, продолжаем с вами. Также, конечно, было неприятно. Последний день, вот вчера в пятницу, то есть уже ровно неделю у меня ребенок проходил, ровно семь дней, считая выходных. Вчера появилась такая маленькая, необычная, нестандартная ситуация, когда там, то есть две воспитательницы. Одна чуть-чуть как бы дольше работает, а вторая она чуть-чуть поменьше. Она что-то два года всего работает, ну, не так уж и много. И, конечно, видно, как она к детям относится немножечко по-другому. То есть, если первая она, ребенок приходит, она идет сначала мыть руки, там, что-то ему рассказывают, что-то объясняют, то другая ей как-то это, честно говоря, наплевать, помыла руки ребенок или нет. Может, он лавочку потроет, может, он потом заболеет. Такое ощущение, как будто ей этого и надо, чтобы в следующий раз в ее смену детей было поменьше. И это немножко обижает. И, кстати, у нее документы, вот, ребенок разрисовал мой. Вот как раз у нее. То она свой телефон там где-то бросит, и ребенок найдет, там при мне вот он находил. То вот в пятницу она бросила свою косметичку. Представляете, косметичку. Она ее где-то оставила, при том, что у них есть отдельная комнатка, где они могут положить свои вещи и закрыть эту комнату. То есть, закрыть дверь, и там наверняка есть щеколочка какая-нибудь. Наверняка, я думаю, должна быть. Ну, или хотя бы взять свою косметичку, убрать туда повыше на шкаф, где ребенок не доберется. Она ее где-то бросила. Дима вместе с каким-то мальчиком нашли эту косметичку, открыли ее, распотрошили. Дима, не знаю, там что нашел тот мальчик, Дима нашел блеск для губ. Слава Богу, что он не знал, что это такое. Ну, представляете, там, то есть, это девушка, а вдруг она там какие-то болезни болеет, да, которые через слюну вот передается. И, допустим, ребенок возьмет и тоже намажет себе губы. По сути, можно подцепить какую-нибудь инфекцию или болезнь. Ну, и, значит, что-нибудь можно зацепить, я думаю, наверняка. Вот так же тот же самый коронавирус, например. Я думаю, можно. Он не знал, что это такое. Я смотрю, он ее разглядывает, так разглядывает, не в понимании, что это такое. Потом он понял, что она рисует, и пошел рисовать на стене. И как раз в этот момент ее заметили, и у него ее отобрали. А сам факт остается тот, что, допустим, эту косметичку, да, они нашли. А если в этой косметичке лежат таблетки или иголка, например, да, иголка, представляете, ребенок может уколоться, эта иголка может сломаться, допустим, да, то есть у маминого брата, когда он был маленьким ребенком, он наступил на иголку, она сломалась, воткнулась ему в пятку, ну, в пятке там, видимо, сломалась, вовремя родители еще увидели это и отвезли его в больницу, там резали пятку, доставали эту иголку. А так вот эта иголка может по венам дойти до сердца и все. То есть можно потерять ребенка. То есть это все вот так. У меня дедурь просто был врач, и поэтому я все это знаю. То есть это не просто там где-то выдуманное, что-то где-то там зачем-то. Да, если, допустим, в этой косметичке лежало бы лезвие, то есть ребенок может конкретно порезаться. То есть не совсем чуть-чуть, а вот конкретно. Или зубочистка, например, да. А вдруг там какие-то лежали капли, то есть вот такими вот, да, вот нос брызгает. Дима знает, что я брызгаю ему и ею нос. А представьте, что он ее откроет, а там, допустим, у нее залит спирт, чтобы руки протереть, да. И он брызнет себе это в нос или попадет в глаз. Это же вообще что будет. Мне кажется, если в нос спиртом брызнуть, это будет щипать очень сильно, это будет истерика. У ребенка вообще там кошмарное просто. Это же просто ужас. Я думаю, наверняка она... Ну, мне так кажется, хотя мама мне говорит, что нет, конечно. Как будто она специально эту косметичку там подложила, чтобы просто нас выпинули из этого садика. Мне начинает казаться так, блин, ну, там дети маленькие, дети 3 года, это маленький ребенок все равно. В 4 года, мне кажется, даже это все равно еще маленький. А в 3 года уж подавно и просто взять, бросить свою косметичку, чтобы ее... Ну, она знала же, что ее может найти какой-нибудь ребенок. Ну, может, не Дима, другой ребенок. Ну, Дима, может быть, да, любопытный, где-то он ее там нашел. Я спрашивала у ребенка, у Димы, толком я не поняла, то ли он, то ли этот мальчик достал из какого-то шкафа. Вот. То ли они куда-то зашли, то ли из какого-то шкафа, но они ее достали. Такое ощущение, как будто она в игровой шкаф ее подложила детям, чтобы кто-то ее нашел. Ну, не кто-то, а Дима. Это, честно говоря, немножечко обидно. Я помню, даже работала, когда на работе, там, в торговом центре, вот я помню, по молодости, нам всегда говорили, все оставляете в ящичках. Телефоны, там, все-все-все-все. Выходите без всего работать. Я думаю, в садике, наверное, точно так же должно быть. Чтобы телефоны, косметички, там, все что угодно, это должно быть где-то в специально отделенном месте, где, ну, верхняя одежда, допустим, она же не будет, но она же не бросит ее в шкаф детский, допустим, верхнюю одежду какую-нибудь, там, трусы свои, что-нибудь еще. Да, оно, то есть, висит где-то, где-то висит. Оно должно где-то висеть, но не там, где бегают дети. Второй момент этой воспитательницы меня очень сильно, не то, что даже бесит, а мне просто непонятно, зачем. Завтрак у них начинается в 9. В 9 часов у них завтрак. Мы приходим туда, или в 8.30, или в 9. По-моему, даже в 9 завтрак, мы приходим туда к 8. Мы приходим, и она на столе расставляет стаканы, стаканы, тарелки, готовится. Вот я не понимаю, зачем готовиться к завтраку за целый час? За час, представляете, готовиться к завтраку за час? Зачем? Когда дети приходят, они начинают там бегать, шуметь, там подходят к этому столу, там садятся кто-то порисовать, кто-то за столом поиграть, а тут стоят тарелки. Блин, вот я вот помню из своего садика, то есть, допустим, вот я помню обед, приезжает обед, большая кастрюля там с борщом, ее приезжают, там ставят, ну, приносят там, я не помню, приносят, ставят на стол, и только тогда расставляют тарелки. Только потом уже, когда уже принесли еду, расставляют тарелки. Ну, никак не за час заранее. Такое ощущение, знаете, как будто она специально эти тарелки ставит, чтобы Дима разбил, и чтобы мне об этом сказали, и нас там просто выпинули. Не знаю, вот другая воспитательница, например, так не делает. Она дожидается всех детей, и потом, наверное, когда все дети приходят, когда уже подходит время ближе к завтраку, то там они... И, кстати, как-то раз было, мы с Димой пришли, и она принесла горячую кастрюлю с кашей, поставила там на стол. Стол, который доступный ребенку. То есть, это не где-то высокий стол, а это доступный ребенку. При том, что у них, оказывается, есть отдельная маленькая кухонка, где они могут что-то оставить, поставить, где, может быть, их не вещи. Блин, я почему-то думала, что вся еда там стоит, что мой ребенок не дотронется до этой каши, и что она не опрокинется на него. И, блин, уходя, у меня прям очень сильно болело сердце, я очень сильно переживала за своего ребенка. То есть, блин, мне это тоже непонятно. То есть, завтрак будет через час, а кастрюля с кашей, ну, может быть, каша, может, это и компот даже, или какао. Там, я не знаю, кастрюля, то есть, горячая кастрюля там с чем-то там уже стоит на столе, доступная ребенку. Который ребенок может на этот стол, ну, залезть, конечно, может быть, не знаем, а вот цепануть руками, на себя опрокинуть, он может. То есть, это немножечко тоже задевает, это немножко обидно. Зачем так рано? Вот, то есть, блин, короче, вот такие у нас за эту неделю новости. Честно говоря, я просто немного в шоке, немножечко... А, да, няня. Не было няни два дня подряд, я видела няню. Это было, по-моему, в пятницу я не была, это было среда и четверг. И оба дня я видела няню на одном и том же месте. Оба дня она стояла, такое ощущение, как будто это стояла просто кукла, которая детям во всю большую свою половину беззубую улыбку улыбается. Такая няня немножечко странноватая. Мне все-таки в советские времена в садиках были посимпатичнее няня, такие нормальные. А это такое ощущение, как будто эта няня по вечерам немножко поддает, скажем так. Ну, как-то вот так вот немножко. Вот. И как раз я ее, когда увидела, получился такой момент, я Диму пришла забирать, я забираю, то есть оставляю на два часа, поскольку он там активный был на тот момент. Вот сейчас более-менее, кстати, все нормально. И я прихожу, значит, в начале десятого числа, ой, часа, да, в начале десятого часа была как раз воспитательница опытная, которая подольше была. вот, открываю я. А, так получилось, я думаю, не буду я стучать, обычно я стучу, и там за дверью начинается какой-то переполох, и Дима начинает скакать в этот момент. Что-то там происходит такое, что он начинает скакать. Я подумала, что я не буду стучать, потому что, а, как раз в предыдущий раз, да, было, то есть я постучала, а попыталась открыть, она закрыта, как будто бы мне показалось. Я постучала, там какой-то шорох, кто-то поднялся, пошел, я думала, что сейчас откроет у меня дверь. Вот, попыталась опять открыть никак, слышу там хихиха-ха, мой ребенок засмеялся. Я открываю дверь, мой ребенок стоит на столе, прыгает, а воспитательница там, так вот, коридор в ту сторону, и она просто уходит вдаль туда. Она ушла, а ребенок остался прыгать на столе. И она возвращается, говорит, я в шоке, я в шоке, вроде, причем она возвращается, я вижу, что она с улыбкой идет, потом она резко меняет лицо, когда видит меня, типа, ой, я в шоке, я в шоке, там ребенок прыгает, я просто побежала за помощью, чтобы мне кто-то помог, я не знаю, что делать. Я, блин, думаю, ну, если ребенок залез на стол, что делать? Снять его, значит, надо, он может упасть. Тут единственный вариант, ответ, снять его оттуда. Это все равно, что ребенок, допустим, залезет на окно, на открытое окно, да, и, допустим, воспитательница не будет знать, что же делать? Ребенок на окно полез, надо за помощью бежать. Она что, убежит за помощью? Нет, конечно. Любой человек начнет снимать ребенка оттуда. А пока она там побежит за помощью, да мало ли что может произойти. Может, ребенок за это время упадет с окна, конечно, он там упадет за это время. Со стола он тоже может упасть, удариться головой, там, может удариться виском. Это, блин, что-то вообще прям в шоке. Вот. Это вот был тогда момент. А в этот раз была вот другая воспитательница, появилась нянечка, я открываю дверь, тихонечко открываю дверь, и смотрю, все дети сидят на стульчиках, вот так вот, раз, так вот, просматриваю, понимаю, что я своего ребенка не вижу. У меня сразу вот тут вот страх, где мой ребенок, может что-то случилось, его увезли в травмпункт, как какой-нибудь там, а мне еще не успели позвонить. Думаю, куда же он делся? Я, значит, опять глазами каждого так просматриваю ребенка, не вижу. И тут я смотрю, значит, та есть женщина, это нянечка, воспитательница нагнувшаяся, и мой ребенок лежит на полу и просто хулиганит. И, значит, я слышу, воспитательница кричит, успокойся, успокойся на него кричит, потом она уходит, меня не замечает, то есть она идет меня навстречу, но меня не замечает, куда-то там на кухню уходит, что-то там кладет. Нянечка, значит, поднимает моего ребенка за руки, но ребенок поджимает ножки, ну, то есть он думает, что с ним играют, ну, по сути, конечно, надо с ним немножко там построже. И она просто на ребенка тоже кричит, ты мне не нужен, понимаешь, говорит, ты мне не нужен. Я стою прям вообще просто в шоке, потом воспитательница видит, что я пришла, кричит этой няне, что, мол, успокойся, за ребенком мама пришла. Няня, естественно, не слышит, продолжает орать на моего ребенка. Я стою, знаете, как бы понимаю, что с ним нужно построже, но от того, что ты будешь кричать на ребенка, ты мне не нужен, или что-то такое подобное, ребенок этого не поймет. Я знаю, что он этого не поймет. Это как-то нужно объяснять, это как-то нужно по-другому. Потому что, ну, смысл нарать трехлетнего ребенка. Если там можно нарать на десятилетнего ребенка, он, может, поймет, в чем смысл. А он этих даже слов, в принципе, не знает. Я никогда этих слов не говорила ему. И потом эта воспитательная нянечка увидела, что я на нее грозно смотрю. Такая улыбная. Типа, блин, я не виновата. Типа, он сам на меня набросился, меня держит, кричит сам. Ну, как это, знаете, бывает. Блин. Ну, как, блин, не знаю, короче, какая-то такая вот улыбка непонятная. Яна его опустила, значит, он лег на пол и лежит. Вот. И потом его уже взяли, мне принесли, мол, вот ваш ребенок забирайте. Ну, это, конечно, ситуация вся была просто непонятливая. Мне было это очень обидно, что ребенку моему, говоря такие слова, то есть, ну, все равно же он запоминает. И в этот же день, вот мы пришли домой, я его сел кушать, обедать. и он, конечно, произносит такие слова, ты никому не нужен, ты будешь сидеть в говне, что-то такое вот. Ну, короче, будешь сидеть в говне, там, что-то в этом роде. И я думаю, блин, я такие слова никогда в жизни не произносила. Я думаю, откуда он это взял? Я начала его расспрашивать, говорит, там, ну, как-то постепенно, постепенно. Ну, я, короче, поняла, что это воспитательница говорила, вот это вот, там, та или, или нянечка, или вот воспитательница, как бы. И прям вот эту фразу, будешь сидеть в говне, прям очень часто ее сейчас произносят. И, честно говоря, это немножко обижает. Я все-таки как-то хотела воспитывать своего ребенка без всяких вот таких вот плохих фраз, плохих слов. Это вот обидно немножко. Вот. Также, кстати, сказали, что моему ребенку ничего не интересно. Говорит, найдет игрушку, так ее посмотрит и просто ее бросит. Нашел якобы пачку чипсов какую-то. У меня сразу был шок, а откуда в садике пачка чипсов? Блин, думаю, а если бы она там лопнула? Ребенок испугается, что она лопается. Думаю, блин. Вот ее повертел и просто бросил. Я думаю, ну, конечно, у меня ребенок не знает, что такое чипсы. Он их не ел ни разу. Он пачку не видел ни разу, конечно, он не знает. Вот. Также, блин, что же я еще хотела сказать там? Прям вообще вам очень много рассказала. Я тут сидела, сейчас кушала яишенку и про себя все вот это вот полностью снова вспоминала. Думаю, блин, это все так неприятно. Другие родители приходят, спрашивают, что, как мой ребенок вел? Да он плакал. Целый день там, что-то, а, сети два часа плакал, плакал, плакал. Но это говорят с такой улыбкой, как будто это так и надо, что гораздо лучше будет, если будет ребенок плакать, чем гораздо лучше, когда ребенок будет веселиться, бегать, прыгать, там, по столам прыгать, там, все разбрасывать, там, и все такое вот. Как будто, ну, все-таки плачешь, как будто бы это лучше. Успокоить ребенка, наверное, плачущего, наверное, проще, чем ребенка, который веселится. Ну, блин. Сейчас, конечно, уже прошла целая неделя, и последние три дня я уже замечаю, что мой ребенок спокойненько уже заходит в этот садик, и спокойненько уже выходит. Он выходит оттуда уже сонный, присонный. Вот тут от садика до дома идти где-то пять минут, он уже идет, спотыкается, уже еле, еле, еле. То есть, вот так вот. Вот, гораздо становится спокойнее. Хотела там, два дня, вот он был прям спокойным, мне все-таки подошла эта новенькая воспитательница, которая помладше, и сказала, вам садик этот не подходит, ему еще рано, подумайте об этом. Я думаю, блин, явно не ты мне должна это говорить, но все-таки, наверное, мне должна это говорить заведующая. Ну, как рано, три года ребенку, как рано, вы что? Как бы, ну, начал ходить, спокойно, вот я думаю, со следующей недели, я уже буду его оставлять на полдня, наверное, до часа, оставлю, наверное, пару дней, у них как раз, в час или в два у них обед, и я хочу, чтобы он еще там добавкой отобедал, чтобы его привезти домой, он уже лег спать, поспал, и потом мы вечером уже только ужинали. Вот, мне хочется, чтобы это было вот так вот, 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 наверное, посмотрим, он походит до обеда, с ним боятся выходить на улицу. Мы после садика пошли с ним на улицу погулять, ничего, нормальный ребенок, он не носится, ничего, и он с вами просто таким образом играет, он просто играет с вами, вот, воспитатель, типа, а, так это он со мной так играет, а, понятно, ну, он не знает, как еще поиграть, он хочет с вами поиграть таким образом, предложите ему игрушку, посидите с ним, поиграйте, там, все вместе, ну, как-то, там, дети же как-то в садике, там, все вместе занимаются, играют все вместе, какую-то игру, там, блин, три года ребенку, наверное, как раз он в это время начинает, там, чему-то учиться, а, да, также хотела сказать, мне говорили, что мой ребенок ничего не умеет, что я все делаю, там, для него, все, все с ним, для него, для него, там, все такое, вот у меня вопрос к вам, зрителям, а что должен уметь ребенок делать в три года, что он должен уметь, у меня, например, ребенок умеет вытирать пыль, умеет мыть, то есть, фасад кухонного гарнитура, ну, как дверцы, да, дверцы кухонного гарнитура, холодильник, дверцы холодильника, я помыл недавно, стол протереть может, почистить картошку, морковку, ну, вареную, вареную картошку, морковку, сливу, сливу вытащить, косточку даже, то есть, блин, вот это он умеет, стирать, собрать грязную одежду, сложить ее в стиральную машинку, потом, когда постирается, вытащить, он может ее развесить, иногда даже он может вывернуть штанишки, ну, правда, это, конечно, со злостью иногда происходит, если не получается, но это у всех, но он может, в принципе, это сделать, может одевать носки, штаны, трусы, кофт, вот я не знаю, как научить его одевать, что-то это прям вообще так сложно, я думаю, он научится, вот, кроссовки, конечно, одевать, они как-то очень жестко одеваются, нужно посмотреть, наверное, помягче, чтобы они были такие кроссовки, и тканевые у нас есть, но они очень тяжело одеваются, почему-то, вот, то есть, в принципе, он может помыть, то есть, и полы протереть, он может, если там где-то что-то облил, вылил, допустим, в комнате бегал, играл, он может тряпочкой за собой вытереть, то есть, ничего страшного в этом нету, вот, помыться сам может, я не знаю, но вот этого мало, слушая всех, что мне вот говорят, что у меня ребенок избалован, ничего не умеет, мне кажется, что это мало, и что он должен делать, уметь что-то явно другое, что он должен, допустим, сам приготовить яичницу, или кашу приготовить, после этого помыть кастрюлю, там, помыть, там, сходить в магазин, выкинуть мусор, ну, блин, он маленький, три года, причем, там, допустим, по росту, мы немножечко отстаем, там, есть дети, которые повыше, там, гораздо выше нас, то есть, мы растем помедленнее, вот, как-то вот так вот, напишите в комментариях, правильно ли говорят все вот это вот мне, психолог, невролог, вот то, что он мне сказал, или нет, правы, ну, вернее, да, давайте вот так, правы они или неправы, мне кажется, что нет, неправы, ну, не то, чтобы прям я ребенка оберегаю, там, так прям, все делаю за него, нет, мы все делаем вместе, даже было, яблоки я сушила, резала яблоки, а ребенок рядом со мной пришел, причем он пришел сам, он вообще сидел, играл, я даже не знал, что он мне будет помогать, я просто сидела, резала яблоки, в чашку складывала, ну, думаю, сейчас нарежу, а потом буду раскладывать их на поддон, в сушилку, думаю, сейчас это, он пришел, говорит, надо маме помочь, я думаю, как он мне поможет, я говорю, ну, хорошо, помогай, он взял эти яблоки, просто начал их на поддон, вот так вот раскладывать, причем, раскладывать сразу начал правильно, я думаю, ну, помогает мне, думаю, что, супер, сижу реже он складывать все это в поддон ну вернее раскладывает вот так вот по этому поддону все то есть он пришел сам захотел помогать его никто не заставлял все сам там также горшок вынести он с удовольствием его вынесет он с удовольствием его помоет только вот там кран немножко конечно открывается он тяжело как бы у него сил не хватает открыть чуть-чуть чтоб вода текла когда слишком много это вода начинает разбрызгивать и все время я сама все это делаю потому что не хочу что потом это вода была везде вот так мне кажется тоже на 22 минуты мы с вами наболтали еще плюс там ролик я вставляла этом батарейка у меня разряжалась я вставила ее заряжать с вами прям сегодня по поводу садика очень очень долго поболтали я надеюсь то что вы досмотрели до конца все это ситуации какая будет ситуация следующие следующую неделю посмотрим буду ли я запишу я еще ролик или нет даже не знаю честно я была немножко шокирована всем этим вот кстати невролог сказал что у него просто адаптация идет на данный момент в садику то есть он был дома дома а тут пришел тут такое место где много детей то есть все чужое интересно и конечно ему хочется попрыгать побегать там как то вот так то есть вот так вот гиперактивности конечно никакой нету и кстати также посмотрела ролик комаровского он сказал что если ребенок гиперактивный то он гиперактивный абсолютно везде то есть он и на улице будет и дома и в садике там и на даче там то есть везде он будет бегать скакать прыгать а то что допустим у вас в садике он прыгает дома он не бегает там на даче он там кое что-то бегает что-то там не бегает там как и как то так то конечно нет это не гиперактивный ну как бы у него много энергии есть действительно у него энергия и и много но все равно дома он спокойный идеальный ребенок и конечно психолог не полегает я вам не верю просто вот он не может быть дома идеальным а вот меня еще сказать может быть вы просто не замечаете что у вас ребенок активный я уже начала к себе присматриваться чем у меня ребенок дома занимается пока я там готовлю он может сесть с игрушкой какую-то там игрушку что-то там на кровати начинает раскладывать или сядет возьмет книгу не вот сейчас недавно появилась книгу возьмет и смотрит мне там текст и картинки и смотрит я захожу чем горе занимаешься я читаю а смотрит главное на то место где картинка а текст рядом я говорю ах ты по картинке читаешь да я говорю ну молодец молодец читает то есть он может с книжкой просидеть он может там просто тихонечко там сидеть что-то копошиться там что-то делать пока я там что-нибудь доготавливаю блин он не носится особо ну бывает там немножко поносится устанет он что-то начинает делать то есть вот так не знаю ну ладно обязательно пишите комментарии обо всем вот этом услышанном то что я вам все это рассказала что вы вообще обо всем об этом думаете ну конечно я считаю неправильным то что учить воспитатель на сверне оставил свою косметичку это очень очень плохо все-таки потому что все равно это дети я думаю ребенок с радостью полезет косметичку и в четыре года и в пять лет я думаю и даже взрослый мне кажется любопытством тоже может полезть косметичку и будет очень обидно если ребенок там что-нибудь порежется или лекарство какое-то непонятное там подумать что это конфетка и возьмет и съест а там вообще может оказаться неизвестно что то есть блин это опасно это очень опасно видимо я еще пришла не в тот момент когда он как раз эту косметичку нашел надо видимо если бы я пришла немножечко попозже мне еще и пожаловались бы что он там куда-то зашел куда-то там залез взял эту косметичку достал там и и распотрошил мол ай-яй-яй какой у вас ребенок плохой наверное это должно было быть вот так вот но я пришла слава богу вовремя вот и каким-то непонятным образом почему-то то есть пришла младшая воспитательница пришла помогать старшей то есть такого не было никогда была либо няня либо одна воспитательница а именно в этот день их было две то есть это уже подозрительно это уже было очень странно вот надеюсь что в дальнейшем у нас будет все хорошо что у меня ребенок будет продолжать ходить дальше в садик потому что сейчас он уже становится немножечко поспокойнее там что-то ковряется что-то делает я думаю что должно быть все хорошо и конечно свекровь меня кстати очень сильно поддержала успокоила если вы что-то там садике произойдет то по сути это не твоя проблема это проблема их то что они не уследили за ребенком то есть ну блин я тоже потом так подумал я же им привожу ребенка то есть они берут ответственность за ребенка на себя и то что допустим у них ребенок с карандашом там или ну представляете даже не карандашом например а с ножом ребенок бегал там допустим с ножом по ну примеру это пример по залу да и случайно там кого-то пырнул то есть виноваты получаются они то что они не углядели оставили допустим нож да не углядели что ребенок бегает у нас например дома такого нету там чтобы ребенок бегал с карандашом например у нас то есть ребенок прессовал собираясь уходить и я говорю ты все прессовал ты уходишь да я прессовал все я забираю у него любые там ручки карандаши там все что угодно краски то есть кисти я у него забираю все это убираю и все ребенок идет дальше играть у нас нет такого чтобы ребенок там бегал с чем-то там в руках с острым каким-то предметом то есть я думаю что это все-таки на их должно быть совести на их то есть это их ответственность то что я же не могу меня же там нету я же не могу за ним следить правильно то есть что он там на данный момент взял или там вилку он взял не знаю короче не знаю пишите в комментариях как считаете вы обо всем об этом кто виноват если что-то там вот не знаю мне кажется все таки никак не мама виновата и даже может быть еще неизвестно там сам ребенка именно воспитатель который не уследил вот воспитатель должна быть обязательно няня там двадцать пять детей зачем так много набирает непонятно вот все таки мне кажется в моем детстве было немножечко поменьше детишек ладно все я буду с вами прощаться иначе мы сейчас с вами проболтаем очень очень долго с вами был канал артмане всем спасибо за просмотр пишите обязательно комментарии обо всем об этом ставьте обязательно лайки подписывайтесь с колокольчиком чтобы не пропустить что-то уже новое что у нас там будет следующей неделе пока еще не знаю вот что-то у нас подписка до комментарии там все такое короче смотрите другие ролики там куча всего и всем пока пока что-то